МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замыкает рейтинг, который состоит из 180 государств. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этом часе. Кто атаковал Кремль и была ли вообще атака? Украина отрицает нападение беспилотников на резиденцию Путина. Что это было, может быть, не было. Я не могу сказать прямо, что это вообще произошло и насколько это эффективно. Украинские военные готовятся реагировать на возможные атаки с севера, а Лукашенко созвал совещание с силовиками и снова тренирует реагирование. Должен подчеркнуть, что у нас идет эта тихая каждый день работа. Ее глава государства лично контролирует, знает все нюансы. Минобороны России массово вербуют бесправных зэков. Почему эту миссию забрали у Привожина? У нас сразу во всех контур страны стали появляться сообщения, что взербовали сразу в Калининграде, в Тамбове, в Челябинске, в Ангарске, в Иркутске. Сразу. Дорогие зрители, сегодня проект «Уну и новости» ровно год празднуем день рождения. За это время я и Леша Бурлаков с нашей маленькой дружной командой создали для вас почти семь сотен выпусков, некоторые из которых набрали по миллиону просмотров и сотни тысяч комментариев. Мы очень благодарны вам за доверие, поздравления принимаем в комментариях. В конце выпуска вас ждет смешной сюрприз. Досмотрите до конца. Ну, на этом лирики конец и врываемся в новости. 16 человек погибли и 22 получили ранения в результате массированных обстрелов Херсона и области, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Это данные на момент записи выпуска. Российские военные весь день хаотично обстреливали Херсонщину. Под удар попала бригада электрика. Втрое из них погибли. Одна из ракет попала в строительный супермаркет, вторая в продуктовый. Досталось и ЖД вокзалу. Как сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, в результате атаки по вокзалу один человек погиб и еще трое ранены. В Укрзалезнете уточнили, что было попадание в пассажирский вагон. Ранен проводник. К моменту обстрела посадку еще не начали, а пассажиры находились в укрытии. Ракета не влетела в сам магазин. Как бы срезала крышу и врезалась там на стоянке в асфальт. Тут пошли осколки от металла, от крыши. Дым, паника сразу. Всех оглушило, люди, которые там находились. Я двоих, я видел двоих. Видел двоих мертвых. Больше ничего не помню, потому что меня ошарашило. Тут все было в дыму, в пыли, паника. Ну и все, дальше я ничего не помню. В офисе президента Украины заявили о непричастности к атаке беспилотников на Кремль. Так прокомментировал вчерашний удар дронами по резиденции Путина пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Напомню, рупор бункерного Песков накануне заявил, атаковали два беспилотника, повреждений Кремлю не нанесли. Назвал это покушением на Путина и пригрозил ответными мерами. Програли повагу, яка у них была, не была. Это не мне судить сьогодні. Ось, что происходит. И теперь ему нужно что-то делать ризкое. То замахи, то дрони, то у нас были какие-то гуси, которые бомбили их. Ну то они щоденно будут выгадывать те или иные кроки. А все решается простее. Не треба никого залякувать. Не треба використовывать оружие. Выйти из нашей территории. Суд наш, яку вызывают все. Абсолютно все. Навіть державы поза Альянсу НАТО, чи поза Евросоюз на разных континентах. О непричастности Украины также заявил и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он считает, это нагнетание перед 9 мая, или же подготовка к крупному теракту против Украины. По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, это новая методичка Кремля. И возможно, это по старой русской традиции смонтированные видеоатаки. Действительно странно, что беспилотники над Кремлем летали ночью, а пропагандисты сообщили об этом лишь во второй половине дня. Что это было, мабуть, НЛО. Я не могу сказать прямо, что это вообще произошло и насколько это эффективно. Там прапори видно на этом видео, даже не похитнулся, фактически. И никаких каких-то следований от этого нет. Если таким образом Россия пытается, это моя личная думка, не думка повітряных сил, показать, что есть эскалацию с боку Украины, агрессивные действия, то Россия так делается всегда. Постойно звинувачиваясь, они даже рассказывают, что мы по своих житловых домах ракетами своими бьем. Власне, тут саме такой вариант. Мне кажется, что над самым центром, сердцем столицы, над будилой, где президент у них сидит, диктатор, отбываются такие дивные вещи. Для меня это выглядит, как минимум, дивно. В России же, ожидаемо, призвали к новым ударам по Киеву в ответ на якобы атаку украинского беспилотника по Кремлю и депутаты Госдумы на перебой требуют нанести удары по правительственным зданиям в Киеве, резиденции Зеленского и разрушить до основания Верховную Раду. А глава Госдумы Володин призвал к уничтожению украинских властей. Назвал это атакой на Путина, хотя сам бункерный был в Ново-Огарево в это время. Украина стала меньше делиться с США секретной информацией, опасаясь новых утечек. Статья об этом вышла на сайте «Политика». Там, со ссылкой на двух европейских чиновников, якобы находящихся в контакте с украинским военным руководством, сообщается, Киев стал меньше делиться с Вашингтоном информацией из опасения, что она может снова утечь и помешать готовящемуся наступлению. Однако в Вашингтоне источники «Политика» не заметили никаких изменений в поведении Киева, признавая, Украина всегда делилась такой информацией скупо. «Они не обязаны уведомлять нас или сообщать нам заранее. Мы сосредоточены не на том, получим ли мы какую-то информацию. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, когда они будут готовы начать наступление». Моего коллегу и основателя НЕХТа Степана Путила лукашесты приговорили к 20 годам лишения свободы судилища, признала его виновным в попытке захвата власти, терроризме, экстремизме, оскорблении святого диктатора и еще много в чем. Но хоть убийство Кеннеди не приписали на том спасибо. Также Яну Рудику тоже заочно дарает 19 лет. Романа Протасевича приговорили к 8 годам лишения свободы. Он пошел на сделку со следствием. Протасевича они взяли под стражу в зале суда и вроде как так называемый суд оставил прежнюю меру пресечения – домашний арест. Роман, а вы можете прокомментировать? Извините, я пока не готов. А вы будете обжаловаться? Я пока не готов. Судилища продолжалось два месяца. 20 лет колонии строгого режима для меня вынес лукашенковский суд. У меня первый вопрос – почему не 25? Мне в этом году как раз-таки столько же было бы символично, как подарок. Ну ладно, отбросив шутки в сторону, мое последнее желание. Вот суд был заочным, можно ли заочно отсидеть? Если нет, на нет и суда нет. А всем лукашенковским судьям, прокурорам и прочим отбросам, хочу сказать, мы с вами встретимся гораздо раньше, чем через 20 лет. А все потому, что живи Беларуси и слава Украине! Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев приехал на границу с Беларусью. По его словам, украинские военные готовятся к адекватному реагированию на атаку с севера. Ситуация в певничной операционной зоне стабильна и контролирована. На территории Республики Беларусь продолжает пребывать авиационное угруппование Российской Федерации, а также российское угруппование наземных сил с загальной численностью до 2500 тысяч оси. Накануне украинские пограничники сообщали, группировка российских войск на границе с Беларусью значительно уменьшилась. Тем временем в Беларуси снова собираются провести проверку боеготовности, собираются призвать и тысячу военнообязанных. Это заявление Минобороны после совещания с силовиками Лукашенко. Он из-за этого запереживал, он говорит, то на него никто не готовил нападение, то снова показательно созывает силовиков до консультаций. Заявила обстановка вокруг Беларуси сложная, активизировались и неведомые диверсанты. При этом западные кураторы просто спят и видят, как бы потревожить спокойный сон диктатора. КГБ обещает все рассказать и показать, откуда на Беларусь готовилось нападение снова. Должен подчеркнуть, что у нас идет эта тихая каждый день работа. Ее глава государства лично контролирует, знает все нюансы. В ближайшее время, я думаю, неделю-полторы мы покажем результаты этой работы. К сожалению, не все наши граждане еще, не все осознают ту опасность, которая складывается вокруг их, вокруг их семей. Поэтому мы на примере уже реальных материалов, реальных задержаний, работы контрразведки, работы подразделений по защите конституционного строя, которые предотвращают реакты, покажем вот эти примеры для того, чтобы наши люди понимали, с чем мы имеем дело. Если ранее рвовкой на войну заключенных занималась Чевакова, Вагнер, то теперь Минобороны, пишет BBC издание, удалось подтвердить и подробно описать механизм этой вербовки. Если коротко, судьба отправившихся на войну по линии Минобороны долгое время неизвестна. Кого-то забирают на фронт вообще без объяснений и не спрашивая даже о желании воевать. Впервые о том, что он больше не вербует заключенных, заявил главарь Вагнеровцев Пригожин в феврале. Позже появилась информация, что этим занимается Минобороны России. Сначала это была скромная вербовка, говорит Ольга Романова, но позже масштабы возросли. В апреле мы увидели вербовку, наверное, то, что называется верно. Мы увидели, что у нас не то, чтобы каждый день из зоны поступают сообщения, что нас заверовали 300 человек, а в другой день 200 человек. У нас сразу со всех концов страны стали появляться сообщения, что взербовали сразу в Калининграде, в Тамбове, в Челябинске, в Ангарске, в Иркутске. Сразу. Там 300, там 400, там 500, там 600. Сразу. Огромное количество людей в апреле пошли на контракт с Министерством обороны, чтобы оказаться на фронте. Но и там дальше уже все очень размыто. Кого-то брали в батальон штор Министерства обороны, кого-то отдавали в ЧВК «Патриот», это ЧВК, связанный напрямую с Сергеем Шойгу, довольно старая ЧВК, не сейчас созданная. Кого-то отдавали в ЧВК «Редут», это связанное с Олегом Дерипаско, кого-то отдавали в ЧВК «Поток», это ЧВК «Газпрома», они тоже все там присутствуют. И были какие-то небольшие возмущения, но, честно говоря, в основном, конечно, нет. В дурдоме, то есть в Кремле, без изменений. Когда слышишь, что в заправду несет секретарь российского совбеза Патруша, все становится на свои места. Кажется, ровесник и верный пес Путина, и автор рязанского «Сахарку» окончательно впал в маразм. Судите сами. По его мнению, самым безопасным местом на Земле в случае извержения американского спящего вулкана Йеллоустон станет Восточная Европа и Сибирь. И именно поэтому Запад стремится завладеть Россией. Кроме того, Патрушев заявил, что сохранение Украины как государства не входит в планы США. В длинном интервью для пропагандистов все присыпано неадекватностью, конспирологическими теориями заговора и, конечно же, разоблачениями злобных гегемонов и англосаксов. Не зря он раньше возглавлял ФСБ. Ничего меня так не радует, как БОБЕР! Ку**ва БОБЕР! Не сдишься там. Вот это, я забобров! Завававававававававававававававав Та Майя Санду. Да Санду я сказала! Охрана! Отмена! Вин внучи назвал мане Лена! А я на Лена! Яяна! Бам! Бам! Я губы на намазала, типа вспомнила. А ты никогда не скажешь даже. На этом у меня вся информация. Обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить самого важного и интересного. Обо всем в следующих выпусках вам расскажет мой коллега Алексей Бурлаков. Самая актуальная и оперативная информация в телеграм-каналах Нехта. До новых встреч, хороших вам новостей. Слова Украине. Живей Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok